...отправиться на Луну, чтобы провести первое настоящее исследование человеком нашего старейшего спутника. Это будет долгое путешествие, он будет далеко от своей родной Земли, планеты Земля, в чужой и незнакомый мир. Чтобы выжить, он должен унести с собой немного своего. Биография. Инженеры разрабатывают скафандр, который будет поддерживать астронавтов в полете туда и обратно. Лунная миссия — это наша сегодняшняя история в журнале Science Reporter. Привет, я Джон Фич, научный репортер Массачусетского технологического института. Говорю с тобой с Луной. Или, по крайней мере, его разумная фоксимиля. На самом деле, смоделированный лунный ландшафт и этот макет лунного экскурсионного модуля находятся в центре пилотируемых космических кораблей в Хьюстоне, штат Техас, где инженеры национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства тестируют и оценивают производительность скафандра «Аполлон». На самом деле, облачить человека в костюм, который защищает его от окружающей среды и в то же время обеспечивает ему достаточную жизнеобеспечения — не очень новая идея. Глубоководные дайверы десятилетиями зависели именно от такого решения при спуске во враждебные океанские глубины. Но поскольку это относилось к движению вверх, а не вниз, биоинженерия началась гораздо позже. Это было до тех пор, пока самолеты Второй мировой войны не начали подниматься на высоту 20 тысяч футов. Этот человек обнаружил, что он выходит за пределы своей естественной досягаемости. Дыхательные и кислородные системы должны были быть разделены. И не так много лет спустя людям, летающим на высокоскоростных военных самолетах на все больших высотах, требовалась система защиты от силы и декомпрессии. Но сегодня, когда мы вступаем в эпоху государства, эти две проблемы кажутся относительно решенными, когда они сопоставляются с системами поддержки, которые потребуются человеку для исследования Луны. И чтобы узнать об этих системах, которые будут использоваться для защиты людей на Луне, мы поговорили с мистером Риновский, помощник начальника отдела разработки системы здесь, в центре пилотируемых космических кораблей. Джон, прежде чем я покажу тебе костюмы Аполлоу, я думаю, ты должен увидеть пару наших более ранних моделей. Вот у нас есть костюм Шепарда. Это костюм Меркурия. Некоторые интересные вещи в этом костюме. Нет, в этом нет никаких подвижных соединений. Никаких высоких суставов, никаких запечатанных колец или чего-то еще. Вся мобильность достигается очень умным пошивом одежды. Ты видишь искусственные разрывы, которые были вшиты в костюм. Мы, конечно, понимаем, что весь этот костюм просто связан с мочевым пузырем, и что сдерживающий гамбит снаружи это то, что позволяет нам иметь подвижность в локте. Что у нас нет особых суставов. Благодаря использованию этих однонаправленных ограничений мы можем добиться определенной подвижности в локте. Если бы у тебя этого не было, ты был бы просто как воздушный шарик. Точно. Он бы раздулся и стал почти жестким. Он почти совсем не мог двигаться. Эта зеленая бутылка интересна. Вот так мы изначально запечатали наши шлемы. Забрало. Смотри, этот козырек движется вверх и вниз, и надувая уплотнение, расположенное по его периферии, мы достигаем довольно высокого потолка всего костюма. Было ли это действительно значительным шагом вперед в костюмах, или на самом деле не было, потому что этот костюм был. Это действительно основано на разработках, которые пришли из военно-морского флота. Этот костюм в его нынешнем виде очень похож на костюм военно-морского флота Мокфор, который используется в обычных высотных самолетах с некоторыми незначительными модификациями. В руке мы добавили здесь другой вид фиксатора ладони. Но вообще говоря, костюм существенно не отличается от модели Министерства обороны. В данный момент он просто вентилируется здесь вентилятором, который сохраняет его прохладным, пока он не был прикреплен к самому космическому кораблю. А как насчет следующего шага? Ну что же, следующий шаг после председателя после костюма Меркурия в Близнецы. И вот мы здесь. О да, это выглядит знакомо. Этот костюм очень похож на этот, по сути, идентичен. Это выиграл Уайт в своих дополнительных автомобильных экскурсиях. Этот костюм покрыт материалом под названием NoMax, очень высокотемпературным нейлоном, который выдерживает очень высокую температуру. Это около 700 градусов. Это потому, что Солнце светит в открытом космосе. Да, хотя, и в этих обстоятельствах, это в первую очередь используется в случае, если сам космический корабль нагрелся снаружи, и он прикоснулся к нему, он бы не обжегся. Тоже тот. Это защитит материал под ним. Помни, температура на улице может достигать примерно 250 градусов. Ну вот, теперь это действительно должно было поддерживать его жизнь там, у него на лице, только пуповиной. Это прямо под полетом Уайта, в полете Уайта. Он получал свой кислород через этот порт, через длинную пуповину, и он просто вентилировался через него. Часть потока кислорода попала на его, забрала прямо здесь. А также, возможно, было бы интересно отметить, что он использовал очень низкие скорости потока, потому что он не делал так много работы. Он много работал, но не намного больше, чем обычно внутри космического корабля, если уж на то пошло, на Земле. Сам костюм был оснащен фонариками для перчаток. Я не знаю, так ли это? Да, мы здесь не показали, что позволяет человеку находиться внутри космического корабля. Когда он был внутри космического корабля, чтобы просканировать свои приборы, не разрушая документацию, когда он был на темной стороне Земли. Ну и какой костюм они наденут по дороге на Луну? На пути к Луне внутри хижины. Им, вероятно, вообще не понадобится костюм. Позволь мне подойти сюда и показать тебе, во что они будут одеты. Вот наша одежда для постоянного ношения. О, правда, похоже, я видел длинное нижнее белье. Ну, так оно и есть. Это модифицированный комплект длинного нижнего белья. Использует носитель для электронного оборудования для усиления сигналов, исходящих от биосенсоров. Вот один из них тусуется. Теперь это прилипло прямо к коже изнутри. Давай посмотрим. Ну, я имею в виду, это все, что у меня есть внутри. Это все, что у меня будет внутри командного модуля. Для костюма нет причин. Помни, что главная причина для костюма защитить человека от низкого давления. Очень низкое давление и в то же время. В случае возвращения на Землю, они должны были бы иметь защиту окружающей среды от окружающей среды Земли. Враждебная среда в чрезвычайной ситуации. Но обычно в нормальных условиях мы не ожидаем, что они будут носить костюм. Настоящая среда с рукавами рубашки это то, чего мы ожидаем достичь. Тогда, как только они все-таки доберутся до Луны, смогут ли они надеть что-нибудь вроде этого? Это что-то другое. Опять же, существует целый ряд проблем, связанных с очень враждебной средой Луны. Например, мы должны защитить человека от тепловых нагрузок, с которыми он столкнется при очень напряженной работе на поверхности Луны. Мы должны защитить его от микрометеороидов, которые представляют постоянную потенциальную опасность, а также от вторичного эжектора. Это брызги камней, которые возникают, когда один метеороид ударяется о Землю. Давай скажем поближе к космонавту. Мы должны защитить человека от инфракрасного и ультрафиолетового излучений, которые совсем не уменьшаются на отсутствие атмосферы вокруг Луны. Мы должны защитить человека от очень жарких и очень холодных температур, связанных с поверхностью Луны. Их целая серия. Мы должны обеспечить мужчину автономной системой жизнеобеспечения. Эта система жизнеобеспечения будет включать в себя целый ряд элементов, которые мы сможем обсудить позже, и которые я могу вам довольно легко продемонстрировать. Ну и как ты собираешься решать все эти проблемы? Ну, это интересно. Здесь у нас есть указание на наше. Спасибо тебе. Вот у меня манекен, одетый в одежду с жидкостным охлаждением. Если ты заметишь, внутренняя сторона этой одежды покрыта двумя маленькими муляжами. Эти два маленьких мула наполнены водой. Они на самом деле заполнены до полета и по проводимости. Вызвав поток воды через главную ветвь, а затем вернув ее из этой вторичной ветви. У нас есть возможность улавливать тепло непосредственно от кожи, что снижает температуру кожи мужчины, и, следовательно, не дает ему потеть. Ты знаешь, почему ты не можешь просто использовать обычный кондиционер S. Обычно ты так и делаешь. Обычно ты просто обдуваешь кожу холодным сухим воздухом. И это должно собирать весь пот, связанный с его работой. Но на поверхности Луны мы ожидаем, что человек будет очень усердно работать. Чрезвычайно. У него было почти вдвое больше скорости, чем у того, кто работает на поверхности Земли. В результате его скорость работы настолько высока, а выделение пота настолько велико, что мы не можем оценить все это по скорости и количеству газа, доступного в портативной системе жизнеобеспечения. Ну, так он наденет эту штуку поверх этого или нет? Нет, это сразу над очень легким комплектом нижнего белья, нашим легким комплектом нижнего белья, и непосредственно под сборкой одежды под давлением, которая у нас здесь. О, мы можем это увидеть. Я избавлюсь от этого пункта. Спасибо тебе. Это действительно выглядит совсем не так, как тот костюм близнецов, который мы видели. Это одна из наших ранних моделей костюма Аполлона. Обрати особое внимание на суставы. Это демонстрация совместной концепции постоянного объема, которая была представлена нам одним из подрядчиков, который в конечном итоге выиграл контракт на лунный костюм. Что ты подразумеваешь под суставом постоянного объема? Ну, под этим, под этим дизайном, или в этом дизайне человек может двигаться. И когда он движется, он не нарушает столб воздуха, так что внутреннее давление остается постоянным. Он не пытается выжать воздух. Когда он оказывается точно, это действительно он сжал воздух. Сила и работа, связанные с этим, почти помешали бы ему сделать какое-либо движение. В любом случае работы очень много, и мы хотим свести ее к минимуму, чтобы сделать нормальное движение. В это время он не находится под давлением, его снова проветривают, просто чтобы сохранить прохладу. Мы могли бы увидеть настоящий костюм Аполлона? Да. Давай взглянем на костюм. Сейчас. Мне кажется, что он идет немного более неуклюже, чем другой. Ну, этот человек находится под давлением, теперь у него 3,7 фунтов на квадратный дюйм. То есть, в его костюме перепад давления чуть больше 3,5 фунтов. Он немного раздут, немного больше, чем предыдущий костюм, по словам Ширли. Но ты же видишь, что существует значительное давление, связанное с этим правильным режимом работы. Газы вентилируются, или поступающие газы поступают сюда, поднимаются к его шлему, а затем проходят спереди, чтобы он не запотел. И порцию газов. Остальные газы спускаются к конечностям, к пальцам рук и ног, а затем возвращаются. Собирайся и возвращайся сюда. Когда астронавты покинут ягненка для исследования лунной поверхности, они наденут одну из самых важных частей дополнительного транспортного средства, портативную систему жизнеобеспечения, или PLSS. Чтобы узнать об этом необычном рюкзаке, мы посетили подразделение Hamilton Standard компании United Aircraft в Windsor Locks, штат Коннектикут, где производится PLSS. Мы разговаривали с мистером Рональд Лэнг, руководитель проекта по разработке систем. Здесь, в нашей космической лаборатории, я хотел бы показать тебе полномасштабный макет нашей портативной системы жизнеобеспечения или рюкзака. Этот в сочетании с защитной одеждой или скафандром дает человеку все необходимое для жизнеобеспечения. На самом деле, в нем есть все, что было бы у космического корабля, за исключением двигательной установки. У нас нет никаких макет? Нет, мы используем наши ноги для движения. Когда мужчина хочет надеть это в машине, он отключает подачу кислорода, который поступает в костюм, который идет. И исходил из костюма. Он отключает воду, которая поступает в охлаждающую жидкость, обратно. А это аварийная кислородная система, которая входит в шлем, а затем в электрическую пуповину. А затем, чтобы надеть этот рюкзак, он сталкивается с такой модой, поворачивается в скафандре, а затем подключает все к соответствующим разъемам на костюме. И потом, у этого просто есть украш. Если это у него через плечо, надевай сбрую. Он весит около 65 фунтов. Это довольно тяжело на Луне. Это всего лишь около 1112 фунтов. Хорошо, из-за пониженной гравитации прямо сейчас, как система жизнеобеспечения. Она содержит все основные ингредиенты для жизнеобеспечения. Главным из них будет подача и регулирование кислорода высокого давления в скафандр. Этот кислородный баллон стоит прямо здесь. В нем содержится чуть больше одного фунта кислорода. Давление составляет 850 фунтов на квадратный дюйм, и оно регулируется до давления супа примерно в четверть от давления в этой комнате. Это было бы немного неудобно. Нет, этого не будет, потому что это чистый кислород. И что касается мужчины, то его легкие видят такое же количество кислорода, как и на земле. Давай посмотрим сейчас, когда кислород поступает в скафандр и забирает углекислый газ, он возвращает его через эти пуповины в рюкзак. И рюкзак должен удалить этот углекислый газ. Иначе это было бы смертельно для мужчин. Что нам тогда нужно сделать, так это использовать слой химического поглощения. У нас есть контракт на удаление загрязняющих веществ, который удаляет запахи и углекислый газ. Лучше всего показать тебе тогда сменный картридж. Мы используем один из них в каждой миссии. Он содержит гидроксид лития и активированный уголь. И это полностью расходуется в конце миссии. Это звучало как масляный фильтр. Да, это так. И, кстати, он выделяет тепло во время этого процесса, он добавляет тепла в систему. И я должен добавить это, чтобы это было эффективно. Тот факт, что он сидит здесь сам по себе, не приносит нам никакой пользы. Мы должны придумать способ доставки кислорода с двумя задержками из шлема в рюкзак. И по этой причине мы используем вентилятор. А вентилятор это вот это устройство прямо здесь. О, я вижу, что это вентилятор. И вентилятор приводится в действие электродвигателя. Мы также используем насос, чтобы подтолкнуть жидкость, охлаждающую воду, предмету одежды с жидкостным охлаждением и обратно. Насос находится прямо в этой точке. И он также питается от электродвигателя. Ну, это верно. Отправь воду туда и принеси ее обратно. А как ты охлаждаешь воду? Как только он окажется внутри рюкзака, вода поднимется примерно на 8 градусов. Когда он проходит через жидкую одежду, и кислород выходит из температуры тела, и в нем много влаги. И все это охлаждается в этой коробке прямо здесь, которая является сублиматором. Теперь это сублиматор. Это лучше всего описать, обратившись к большим сугробам в штате Мэн, которые, кажется, исчезают, хотя температура никогда не поднимается выше 32 градусов. Они... Здесь происходит то, что снег переходит непосредственно из ледяной фазы в газовую фазу, и никогда не тает между ними. Так что принцип действия здесь точно такой же. То, что мы делаем тогда, это мы. Позволь мне показать тебе. Кстати, это сублиматор, полный и настоящий сублиматор. Кислород из костюма поступает сюда и выходит отсюда. Вода поступает отсюда и уходит отсюда. Вода, которую мы превращаем в лед для возвышения, поступает отсюда сюда из резервуара, и то, что она делает, это становится слоем льда В. В слоях здесь становится лед и для. Чтобы он мог превратиться из льда в газ, он должен отводить тепло от окружающей среды. Это охлаждает всю эту сборку почти до 32 градусов. На самом деле температура льда составляет 32 градуса, и при этом кислород и вода, которые проходят здесь, охлаждаются до необходимого нам уровня. Это очень интересно. Но у нас есть и другие вещи, которые есть. Они в этом рюкзаке, что я не являюсь элементами жизнеобеспечения как такового, главным из них является связь. У нас есть подсистема связи, которая находится прямо на сублиматоре и охлаждается им. Это антенна, и это здесь связь, чтобы он мог ответить Агнцу. Когда он? Точно, он может ответить Агнцу, или ты можешь поговорить с землей через лампу и радиостанцию. Это полный передатчик и приемник. Я хотел бы показать тебе там один компонент. Это система связи. Он действительно маленький, не так ли? Он очень маленький и очень компактный, и у него есть дополнение к голосу. У него есть семь каналов информации, которые непрерывно телеметрируются. Если мужчина так желает, он может отключить телеметрию. Он контролирует производительность и дает нам ЭКГ, электрокардиограмму. Теперь, просто подумав, что все эти вещи, похоже, работают на электричестве, как ты все это питаешь. Ну, мы питаем электродвигатели и систему связи от батареи. Серебряно-цинковая батарея, которая также является одноразовой сделкой. У нас столько же батареек. Батарея садится прямо здесь в этот момент, и там столько батарей, сколько мы собираемся выполнить миссии. Он весит 5 фунтов и спроектирован с учетом вибраций при запуске транспортного средства с мыса Кеннеди. Это очень прочный и надежный аккумулятор. Это достаточно, чтобы запустить в течение 4 часов. Да, это так. Еще одна вещь, о которой я хотел бы упомянуть, это обнаружение сбоев. Чтобы мы могли успешно выполнить миссию, мы должны быть уверены, что сможем вернуть этого человека в случае неудачи. И у астронавта здесь будут различные системы, которые скажут ему, что у него проблемы, если он на самом деле это делает. Но два из них будут предупреждающим устройством низкого давления, которое вызовет звуковой предупреждающий зумер, если давление в костюме опустится ниже 3-2 фунтов на квадратный дюйм. Как бы это произошло? Если бы у нас была утечка в системе, или если бы по какой-то причине мы прекратили подачу кислорода, давление начало бы падать. Теперь еще одна вещь, о которой мы хотели бы рассказать, это то, что если мы расходуем слишком много кислорода, у нас есть зумер, предупреждающий о потоке, который сообщает ему, что вы используете свой кислород слишком быстро. Сделай что-нибудь. Ну, если он действительно столкнется с одной из этих серьезных проблем, как он собирается вернуться, когда он бродит вокруг меня, у него аварийный режим работы. Он немедленно отключает свою аварийную кислородную систему, которая специально построена здесь специально для этого. Аварийная кислородная система представляет собой терроидальный источник питания весом 7500 фунтов на квадратный дюйм, который содержит всего 0,2 фунта кислорода. И при использовании в сочетании с основным источником питания, может обеспечить нам аварийную вентиляцию и продувку области шлема, даже если вентилятор выходит из строя. Теперь эта штука пойдет в этой области против рюкзака. Еще одна аварийная система — это связь. У нас есть резервная система связи, чтобы видеть остальную часть скафандра, который нужно носить на Луне. Мы снова поговорили с мистером Радновским в центре пилотируемых космических кораблей в Хьюстоне. Это вполне подходящая одежда. Что это за его термометеороидная одежда? Это состоит из слоев. Это слои материалов. Первый слой — это ткань без мехов. Вся эта одежда обеспечивает защиту от лучистой энергии, падающей на костюм от Солнца, а также отраженной от Луны, а также защищает их от метеороидов. Это очень интересная изоляция. Эта изоляция работает только в вакууме. Это очень похоже на материал, который у нас есть в термосе на Земле. Это как если бы мужчины были полностью заключены в термосе. Здесь так много слоев. Он состоит из семи или восьми слоев алюминированного майлара с отделкой, а затем покрыт лезвиями сопротивления. Ни один материал, о котором мы говорили раньше, не имеет такого войлочного слоя. Это нейлоновый войлок, который обеспечивает защиту бампера от метеоритов, которые мы также обсуждали. Например, на поверхности одиночки у нас есть метеороиды, микрометеороиды, которые постоянно падают на Луну, даже если они не попадают в человека или попадают только близко к человеку. Они движутся с огромной скоростью, что-то около 30 нулевых футов в секунду или выше. И когда они попадают на Луну, они испускают потоки камней, которые также имеют высокую энергию, связанную с ними. И они сами, путешествуя на очень высоких скоростях, могли бы ранить человека, если бы не защита, обеспечиваемая этим мягким слоем. Ты знаешь, насколько они большие? Они, они не большие. Они простираются от 5 микрон в диаметре вверх до маленькой пылинки. И да, они. На самом деле ты их не видишь. И как я уже говорил, они летят примерно в 10 раз быстрее пули. Значит, у них много энергии. Несмотря на то, что в них много энергии, они так быстры, что никто никогда не сможет узнать об этом снова. Давай посмотрим, это очень необычные ботинки, которые у него сверху. Нет, эта часть костюма обеспечивает защиту от лучистой энергии. Ботинки обеспечивают защиту от проводящего тепла, потери тепла или усиления через подошвы обуви. Поверхность Луны действительно может быть горячей на ощупь. Поверхность Луны, вероятно, будет диапазон от плюс 250 градусов до 250 градусов и потери тепла через подошвы ботинок могут быть огромными. Тогда, конечно, у нас есть наши забрала, и они обеспечивают защиту как от ультрафиолетовых, так и от инфракрасных лучей, возникающих из-за отсутствия атмосферы вокруг Луны. Обычно на Земле у нас есть атмосфера, которая фильтруется. Когда они на Луне, у нас нет такого прикрытия, и мы должны его обеспечить. Если бы его там не было, и он бы не ослеп, у него были бы ожоги сетчатки и так далее. У него должна быть такая защита. Они опущены поверх, вниз, над его забралом. Один для инфракрасного излучения, а другой для внешнего провайдера. Они также должны обеспечивать визуальную защиту в пределах видимости. В видимом диапазоне они похожи на большие солнцезащитные очки. Большие солнцезащитные очки. Точно. Так что со всем этим материалом я удивляюсь, как он может делать что-то, что просто немного заходит в тупик. Мы действительно можем сделать это совсем немного. Ты хочешь показать им некоторые упражнения? Теперь он здесь под давлением. 3,5-3,7 фунтов — это совсем немного. Это очень интересно. Ну, здесь на Земле все хорошо, но то же самое происходит и с тобой на Луне. Это было бы совсем не то же самое, что на Луне. Нет, на Земле, где только что был проведен этот тест, мы находимся на одном джи, но это действительно так. Чтобы определить, как, сколько усилий связано с работой на лунной поверхности. Мы должны каким-то образом имитировать лунную гравитацию. Лунная гравитация составляет примерно одну шестую часть. Земля. Земля. Теперь у нас есть три способа достичь этого. Первый — это симулятор с шестью джи, который мы здесь изготовили. Это серия рычагов, уравновешенных гирями, на одном конце которых висит человек. Он похож на одну часть гигантского мобильного, и учитывая балансировку и ожидания с одной стороны, мы можем дать ему эффективное. Эффект 160 граммов. Однако, с этой установкой связано много математики и инерции. Он весит несколько тонн, а мы... Чтобы преодолеть это, мы используем несколько веревок и людей на их концах, чтобы это не перешло от мужчины. Тогда есть третий, второй, и это симулятор Лэнгли, где большой маятник. Очень длинный маятник прикреплен к мужчине сбоку, который пытается идти так, как будто он идет рядом со зданием, которое он удерживает шестью или восемью привязями из разных точек сочленения на своем теле. Таким образом, мы можем изменить точку или ось маятника, чтобы снова смоделировать 106 G на подошвах его ботинок. Но, вероятно, лучший способ сделать это на самолете KC-135, который с помощью полета параболического быка может имитировать продолжительность от 35 до 40 секунд. 1-6 G, и мы сделали большую часть наших тестов. Наши самые эффективные тесты проводятся на высоте в дерьме KC-135. Теперь они поставляются нам военно-воздушными силами. Но если сложить все это вместе, сколько в наши дни стоит скафандр? В частности, скафандр стоил от 6 до 7 тысяч долларов. Космический корабль Gemini. Наш скафандр в конечном итоге обойдется примерно в 35 тысяч долларов. И костюм Аполлон, когда он будет завершен на единичной основе, обойдется где-то в 150 тысяч долларов, включая портативную систему жизнеобеспечения. Давай посмотрим. Ты чувствуешь, что этот костюм Аполлона лучше в скафандре? Нет. Есть еще одна система костюмов, которая разрабатывается, проходя ту же серию тестов, которые были применены к другим костюмам. А это жесткий костюм. Этот костюм изготовлен из алюминия и сот, что-то вроде доспехов. Тогда это действительно доспехи, за исключением советника, который сделан из пластика. Суставы покрыты тканью только в целях защиты, защиты от пыли и так далее. Но многие из нас считают, что скафандр такого типа – это предел в исследовании Луны. Дополнительное транспортное средство для проекта Аполлон, как мы видели, не является последним словом в государственных костюмах. Уже ведутся исследования еще более совершенных систем. Но независимо от того, как могут выглядеть эти системы, они, безусловно, выиграют от опыта, полученного СФС Аполлоу. Сегодня мы посетили Центр пилотируемых космических кораблей в Хьюстоне, штат Техас. Я Джон Фич, научный репортер Массачусетского технологического института. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok